Хорошо. Итак, мы начинаем запись. Я успел просто начать напоминать, что есть что. Начал напоминать свойства дифференциальных операторов. Наверное, нам все-таки формулу написать p от f равняется интеграл f степени кси и x минус y кси, дальше p от x кси f от y до y кси. Все сходимости, я предполагаю, налицо. Тогда p это ограниченный оператор из фобольевского пространства с весом s, фобольевского пространства с весом s минус d. Дальше, свойства 2. Стоит в том, что даже не свойства 2, даже не то, что мы успели объяснить, обсуждать, состоит в том, что два символа p и q, они у нас считаются эквивалентными, если разница их. Разница их принадлежит пересечению по всем d пространства символов порядка d от u, который называется s минус бесконечность, от u. И более общем, p называется эквивалентным некоторой синтетической сумме p от их, если разница p минус какая-то конечная часть суммы, p меньше равна n. Наверное, все-таки лучше внизу писать m. p может быть, а здесь минус dn, t стремится к бесконечности. Иными словами, она может быть, сколько угодно глубоко засунула туда, если нам необходимо. Вот это отношение эквивалентности очень важное, потому что этот ряд может не сходиться ни в каком смысле. И в смысле этого ряда мы с вами определили формулу для сопряжения и для композиции двух операторов. Напомню, что сопряжения у нас p-звездочка, это тоже пси-додифференциальный оператор. Значит, на самом деле, p-звездочка у нас лежит той же, по-моему, d, что и u. Да, напоминаю, что пси-д это множество пси-дифференциальных операторов порядка d. Соответственно, пси минус бесконечности, это пересечение по всем d, пси-d. Итак, и тогда символ p-звездочка, давайте напишем так, сигма от p-звездочка, чтобы не путать с сопряжением символа p. П равняется сумма по альфа, d альфа, альфа только вверху, альфа к сим, d альфа x, вот p-звездочка, делить на альфа факториал. Значит, что такое p-звездочка маленькая, это просто-напросто сопряжение p как матрично-значная, вообще говоря, функция. Простите, а p-звездочка большая, это оператор на пространстве функционалов? Нет, p-звездочка большая, значит, смотрите, у нас, если можно микрофон отключить, я сам себя слышу, это не очень приятно. p-звездочка большая, у нас есть двойственность между hs и h-s, это я объяснял. У нас есть или два спаривания, просто в числа. В этом смысле вы можете считать, что p-звездочка большая, это оператор на h-s. Вот так, если у вас любое, вот в этом определении s любое, тогда, в принципе, можете забыть о том, что там есть спаривания. В этом смысле вы можете, конечно, считать, что p-звездочка, это оператор h-s в h-s-d, что-то такое. В общем, это не нужно такого, как бы это объяснить. Короче, можно вот так считать, в принципе, ничего другого не бывает, но можно еще проще сказать. Можно на самом деле вообще забыть на время о том, что у нас с вами есть эти пространства hs и взять функцию f вкладку из пространства Шварца. Потому что у нас все пространства Соболи в пополнении пространства Шварца по некоторым. Вот. И тогда p-звездочка большая, это тоже оператор на пространстве функции Шварца. И p, p-звездочка, это оператор на пространстве функции Шварца. Вот. Так что область определения этих операторов, она примерно одна и та же. Из S, ну я не знаю, там в S, по-моему. Сейчас у нас негладкое может быть ядро, поэтому можно считать, что там будет F, тоже какой-то F. Не будем точнее, какое. Вот. Дайте сообразим. Я, по-моему, требовал, чтобы ядра были гладкие. Я, по-моему, требовал определения, чтобы ядра были гладкими, поэтому тут можно поставить S. Вот. Если ядро гладкое, то в этой формуле у вас получается гладкое ядро, гладкая функция снова. То есть это все сходится, это все сходится быстро. При x, стремящемся к бесконечности, там тоже скорость сходимости такая будет. Больше, чем любой по линому, по определениям, если правильно помню. Вот. Сейчас стоит сообразим. Нет, не больше, но сейчас. Короче, сходимости, конечно, нужно бороться немножко, но давайте будем пока осторожны. Нет, P-звездочка, он в этом смысле тоже на всех S определён. Значит, что там требуется? Требуется, конечно, чтобы при этом спаривании P, F, G равняется F, P-звездочка, G. Вот при этом спаривании. Но определён P-звездочка опять на всех S. Поэтому я не знаю, как лучше это сказать даже. Я понятно выросил, Григорий? Да, да, да. Я прошу прощения, это хороший вопрос, конечно, но он такой немножко ставит мне в тупик. С одной стороны, определённо на всех, с другой стороны, равенство требует, чтобы P, F и G были из сопряжённых пространств. Один из H, с другой из H-S. Ну, S совершенно несущественно, поэтому я даже не знаю, как лучше сказать. Хорошо. Это было рассказано. Но нам потребуется ещё одно важное утверждение. Этого не было рассказано, и доказывать я этого не буду. На самом деле, когда я вводил вот эту вот эквивалентность, она была неспроста. Потому что справедлива следующая штука. Так, для любого, для любого, значит, для любой последовательности P, G, нежащих 8 минус, лучше так, или там минус нужно ставить D, G, тогда D, G, должно стремиться к бесконечности. Или нужно тут минус убрать, тогда тут будет минус бесконечности. Короче, вы поняли, что я хотел сказать. Значит, если мы рассмотрим вот такую вот сумму, вот, эта сумма совершенно не может не сходиться, но, тем не менее, существует P, который эквивалентенней этой суммы. И больше того, этот P единственная с точностью... С минус бесконечности. Вот это вот важная штука. Я не знаю, как это аккуратно. Доказывать я сейчас точно не буду. Грубо говоря, какую бы мы последовательность ни задали, если у нее порядки стремятся к минус бесконечности, то мы сможем подобрать единый символ. Мы можем считать, что эта сумма определяет нам некоторый оператор без заботы о сходимости. Этим мы будем пользоваться сегодня, чуть позже. Еще одно свойство, которое я в прошлый раз даже пытался как-то доказать, или, по крайней мере, сформулировать, но, тем не менее, я докажу вам, сформулирую сейчас. Значит, любой псевдодифференциальный оператор P псевдолокален. Значит, в каком смысле псевдолокальность, понимается? Значит, локальность оператора это как у дифференциальных операторов. Если F тождественно равен 0 на некоторой области U1, то P от F значит, давайте напишем не P, а лучше АД, потому что дифференциальный, тоже это же действие равен 0 на U1. D дифференциальный. Это не так, конечно, для оператора, который у нас псевдодифференциальный. Он там такую штуку размазывает. Но, тем не менее, верно следующее. Для псевдодифференциальных операторов, если у вас функция F гладкая на U1. В каком смысле гладкая на U1? Конечно же, я вот писал вот так вот, нам еще важно, чтобы она, грубо говоря, по краям U1 была равна 0. Но мы этого не требуем. То есть, от самой функции мы не требуем. Мы говорим, что функция F гладкая на U1. Если для любой обрезающей функции F, которая у нас по-настоящему гладкая на U1 и обращается в 0 на U1, на краях U1, грубо говоря, F тоже лежит в C, бесконечность 0, U1. Вот, если это выполнено. Сейчас, наверное, немножко занудный вопрос. Но C0, это, наверное, с компактным носителем. Ну да, с компактным носителем. Я считаю, что замыкание на границе 0. Ну, еще раз, я предполагаю, что замыкание U1 компактное. Это, мне кажется, то же самое тогда. Ничего не меняется. Или я не прав? Я предполагал в самом начале, что замыкание U1 компактное. Ну да, но, казалось бы, можно просто на диске взять какую-то функцию, которая будет 0 на границе равна, но у нее не будет компактный носитель в этом диске. Все-все-все-все. Просто она как-то сходится, как бы такая шапочка, которая вот так вот сходится в границе. Ну, так, чтобы потом было... А, вы имеете в виду, что открытый... Нет, смотрите, если у вас... Сейчас давайте сообразим. Это такой хороший вопрос, я плохо соображаю. Значит, нам нужно... Вы хотели сказать, что она... Фух-фух-фух. Значит, смотрите, что означает равно нулю на границе U? Это означает, и U-то у нас открытое. Это вопрос, конечно, терминологический, но давайте я просто оправдываю в оправдании свое и скажу следующую вещь. Я, конечно, не очень аккуратно пользовался этим определением, но имеется в виду следующее. Раз у вас U открытое, то быть нулем на границе U означает быть нулем в некоторой окрестности границы замыкания. Вот так вот. Поэтому в этом смысле то, что вы сказали, с одной стороны правильно, с другой стороны это просто свидетельствует о том, что я неаккуратно пользовался терминологией. Но надеюсь, мы друг друга поняли. Но неважно. Важно только, что если мы возьмем функцию F, которая так вот гладкая, в некотором смысле, на O1, в том смысле, что когда мы обрезаем ее любой функцией с компактным носителем на O1, гладкой, то она становится по-настоящему гладкой с компактным носителем, то тогда у вас псевдолокальность. Вот эта вот псевдолокальность означает, что P от F тоже будет лежать C с волной бесконечности от O1. Вот что это. Это называется псевдолокальность. И это свойство довольно полезное. В частности, оно означает, что если у вас функция нулевая на этой области O1, тогда P от F будет гладкой на этой области. Ну, нулевая функция, она заведомо гладкая. Поэтому вот этим мы будем пользоваться в дальнейшем. Еще несколько слов было сказано в прошлый раз. Разглаживающие операторы, они тоже полезны. Значит, что про них нужно сказать? Значит, сглаживающие операторы операторы, это операторы, которые лежат в C минус бесконечность от O. Вот. Таких операторов может быть много, но мы несколько примеров обсудили. Значит, первый это такое, что для любого K ядра гладкого по обоим переменным, разумеется, значит, при этом носитель по XK он значит компактный. вот, тогда оператор P com от F равный интегралу com от X, Y, F от Y до Y тоже как раз сглаживающие. это такой типичный пример сглаживающего оператора. Обратно тоже более-менее верно, а именно значит, дело в том, что любой псевдодифференциальный оператор мы можем описать в таком вот виде, значит, я в прошлый раз прямо даже наоборот строил псевдодифференциальный оператор по такому, но более-менее любой псевддифференциальный некоторым вознёй можно переписать в виде такого интеграла от значит, с ядром от трёх переменных. Тут у нас будет E в степени и X минус Y кси дальше будет F от Y, разумеется, просто F от Y написал слева, хотя можно положить, традиционно пишут справа, но это неважно сейчас. А тут ядро будет не от двух переменных X кси, а от трёх переменных. Значит, X кси Y. В частности, я могу, конечно, считать, что Y там вообще всё постоянно, в частный случай сразу получается. Интеграл по DY до кси. берётся. если в этом если в этом R убывает достаточно быстро, по кси. со скоростью, давайте, со степенью лучше. D меньше минус M минус K, где M это размерность пространства, а K это некоторое целое число, то R F может быть переписан в виде как раз такого ядерного оператора. интеграл K от X Y D F сначала от Y D Y мы просто просто напросто K мы получаем интегрируем того, что осталось по кси. Не буду сейчас это описывать, все понимают, что это такое. где K на самом деле гладкое порядка ЦК. То есть это почти то же самое, что сглаживающий. То есть если у вас он выгывает быстрее, чем для любого K, то значит у нас если R убывает быстрее, чем любое K, то у нас будет бесконечно сглаживающий оператор. Вот. И частный случай этого, наоборот важный в общении этого, в частности если носитель R по Y не пересекается с носителем R по X, X и Y они на самом деле имеют одну и ту же роль, это переменная на базе как бы на U если не пересекаются тогда R заведомо принадлежит Psi минус бесконечность. Вот. И там можно даже уже гладкое ядро точно выписать. вот. Вот. Пожалуй, все. Наверное, еще стоит написать, что в этом случае вот, наверное, еще в этом случае 4 стрелочки напишем. значит, если у вас оператор поставлен таким гладким ядром, тогда норма оператора P от K она связана, значит, норма P от K, она, конечно, нужно писать с индексом S T, потому что я имею в виду, что она имеет, может быть, разный, если я рассматриваю разные S и T. Нам это стандартная операторная норма. Вот. Так вот, норма P от K связана с нормой функции K, а именно значит, K у вас, скажем, K-кратно дифференцируемая функция, она бесконечно даже дифференцируемая, но K-кратно точно, поэтому я могу взять K функцию. Значит, K это означает, что я беру K первых производных, а беру максимум суммы модулей этих производных. Так вот, связано следующим образом. Существует C равное C от K, такое, что модуль K у этой вот K первых производных не превосходит C модуля P K минус K, или минус K, не важно, важно, что это из одного в другое. Хорошо. Ладно, это общее свойство операторов, и на ближайшее значит, сегодня как собирался перейти от локальной картинки, все было локально, это все происходило в некоторой открытой области в РМ. А теперь мы хотим это дело глобализовать. то есть мы хотим из этих областей U склеить многообразие M гладкое многообразие без края. Потому что что делается когда у вас операторы происходят операторы на многообразие с краем берутся, там возникает не просто операторы, так называемые краевые задачи, что делает все науку гораздо гораздо более сложной. И чтобы значит это сделать, идея это очень простая глобализовать, как мы хотим это все глобализовывать. Сейчас я пробую сначала набросать идею, а потом технические подробности будем аккуратно более-менее восстанавливать, хотя бы немножко. Значит идея состоит в том, что мы можем покрыть многообразие M картами UI скажем если у нас все компактно это их конечное число и UI это можно считать под множеством VRM. Больше того я могу считать без ограничения общности что компактное замыкание UI компактно. То есть то же самое что нам нужно. Вот дальше мы хотим для любой функции F на M на M считать гладко мы можем построить с помощью разбиения единицы FI мы можем построить его ограничения на эти самые области F F N лежит C бесконечно с компактным носителем даже внутри UI можно считать там вот дальше мы будем говорить что некоторый оператор P да если у нас это не функция то у нас на самом деле она может быть даже вектор назначена на самом деле можно даже считать что F это сечение некоторого расслоения и мы тогда берем карты которые будут одновременно картами многообразия и картами расслоения то есть в этих картах F она просто-напросто векторно-значенная функция с компактным носителем на UI так вот дальше 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 мы говорим что есть некоторый оператор P ну скажем вообще на всех функциях на этих гладких и мы будем тогда писать P в виде вот такой вот тоже суммы сумма по и жи фи и п вот фи жи вот F то есть это будет сумма и жи некоторых P и жи F вот можно даже да F можно писать можно написать вот короче мы любой оператор так вот разбиваем и главная проблема тут стоит в том что конечно же вот скажем так как оператор P и жи то уже из пространства как мы только что обсуждали то есть пространство функций на R на R в пространство функций на R с носителями и так далее это не важно вот но нужно во-первых проверить что если этот оператор как это сказать представляет это написано F равно сон да F слева нужно писать конечно вы правы вот если этот оператор имеет там лежит в некотором SD если оператор является оператором чебе дифференциальным грубо говоря в одной карте то он должен быть дифференциальным в другой карте вот это нужно проверять больше того нужно проверять что если оператор у вас скажем имеет порядок D в одной карте то он имеет порядок D в другой карте это тоже нужно проверять третье что нужно проверять независимость всех этих определений от выбора разбиение единицы и от выбора атласа третье четвертое если хотите это все дело достаточно техническое достаточно занудное вот я конечно подробно это прописывать не буду я это набросаю немножко позже вот может быть набросаю да какой-то опрос был сейчас а там нельзя как-то инвариантно задать символ как отображение с какой-то симметрической а вот все дело что главный символ можно главный символ можно а полный символ предъявить как функцию мягко говоря непросто потому что вот знаете в чем проблема чтобы определить целиком седодифференциальный оператор нам не хватает главного символа нам нужен полный символ вот с другой стороны для того чтобы построить эту всю теорию в самом деле хватает только главных символов потому что в конечном итоге когда мы будем строить это пространство Пси от М вот у нас будут мы получим что на самом деле хоть символ при замене кардиан в символ не переходит непосредственно но разница между тем что мы получили будет лежать в сглаживающих функциях в сглаживающих операторах то есть мы получим такую теорию где оператор точнее говоря символ оператора полный символ оператора это не просто функция вот такая а функция с точностью это такой симпатический ряд с точностью до сглаживающих функций то есть вот в этом смысле мы правы можно это глобально сделать это некий такой набор с точностью до этих в сглаживающих но что это будет ну прям априори сказать что это будет за такая вот конструкция но я не видал такого наверное это можно сказать на языке какой-нибудь там джетов каких-нибудь струй и каких-нибудь других нелинейных расслоений над многообразием но это очень непросто я ясно выражаюсь то есть еще раз сами по себе эти операторы определены хорошо но вот символы их определяются с точностью до как это сказать замены на бесконечную сглаживающие операторы вот так ну что да и еще хуже дело обстоит и может лучше я не знаю так PSEM еще раз это такие эллиптические это такие псевдодифференциальные операторы которые грубо говоря во всех этих атласах определены как настоящие псевдодифференциальные операторы на RM но когда мы начинаем менять все это символы начинают меняться с точностью до вот этой эквивалентности то есть если я возьму символ так скажем на как оператор там на уитовом на одном атласе и сделаю замену скажем там же альфа поэта звездочка вот P бета то вот это не будет равно но разница будет в сглаживающих то есть P альфа минус G альфа звездочка от P бета будет лежать в сглаживающих операторах вот то есть оператор то будет хорошо определен но символ его будет меняться так еще наверное пару слов нужно сказать о том что примерно такая же история будет с пространствами на которых эти операторы будут действовать значит пространство у нас будут пространства соболевские значит давайте пару слов соболевские пространства HS они тоже определены хорошо когда у вас все локально то есть на RM если все глобально то мы должны опять покрывать все атласами в каждом значит покрывать все картами в каждой карте брать свое соболевское пространство у нас получается такой HS и для любой функции F мы будем строить ее такую соболевскую S норму это просто будет это просто будет сумма F I F S соболевская норма в этой карте вот и если возьмем другую другой атлас соболевскую тогда будет другой набор соболевских пространств то мы получим еще другой другую соболевскую норму F S она не будет равна норме FS но они будут эквивалентны эти две нормы будут эквивалентны то есть существует такое C 1 C 2 что модуль F штрих не F штрих модуль штрих имеется ввиду модуль штрих S меньше чем C 1 модуль F S меньше чем C 2 модуль F штрих S так вот в этом смысле пространства соболева они у нас хорошо поделены а в соболевской норме нет так вот забавно то есть мы пополняем по любой норме получаем одно и то же но при этом по какой именно норме мы пополняем мы сказать не можем хорошо вот это вот то чем мы сегодня надеюсь закончим заниматься по крайней мере я набросаю какие-то основные этапы построения но для этого нам понадобится как не странно как не странно понадобится понятие эллиптического оператора и оно само по себе очень важно определение значит опять-таки вместо оператора я буду рассматривать его символ значит пусть пм это некоторый символ матрично-значный порядка дм говорят что п эллиптический но только наверное нужно говорить про эллиптический на у1 который лежит внутри у вместе со своим замыканием вот значит у нас вот такая картинка возникает у нас у внутри него у1 это вот у это у1 а вот значит чтобы у нас эллиптичность сделается так что мы можем этот символ обратить но не совсем на у1 а вот даже некоторые окрестности чуть побольше у2 вот то есть эллиптически если существует у2 такая что замыкание у1 лежит в у2 лежит в замыкании у2 лежит в у и q который на самом деле в s минус d вот по-моему на у2 давайте на да вот так вот напишем такое что pq минус тождественный это вот символ который тождественный равен 1 вот лежит в сглаживающих символах на у1 и купе тоже лежит в сглаживающих символах на у1 вот только не на у1 прошу прощения на у2 вот извините хорошо так значит это очень определение правильное но очень удобное для того чтобы им потом его потом применять но оно не очень удобное чтобы его проверять поэтому обычно пользуются чуть-чуть другим определением эквивалентным эквивалентным но все же значит говорят что p эллиптический на у1 если существуют такие c0 c1 положительные числа что для любого кси по модулю больше чем c0 оператор p от x кси это же оператор назначенной функции напоминаю обратим и больше того для любого x в у1 модуль в этой самой обратной функции не превосходит c1 умножить на 1 плюс модуль кси в степени минус d так да это как раз значит p минус 1 это как раз играет роль q разница в том что p минус 1 у нас определено вне в области где c больше чем некоторое число некоторое число по модулю а q определен везде вот но при этом p минус 1 у нас строго обратный а q у нас не строго обратный а обратный с точностью до сглаживающего поэтому поэтому построить по p q нет ничего проще вот значит q тогда можно взять это просто некоторую срезающую функцию от q которая равна одному вне этого самого круга и умножить на p минус 1 вот тогда у нас это будет настоящий символ вот это мы определяем это мы первое определение второго получили и второго первое ну на самом деле тоже несложное понятие посмотрите если это у вас лежит в с минус бесконечности значит эта штука эта штука разница она бывает быстрее чем любой как бы любой поленом да это означает что как это сказать значит эта разница бывает быстрее чем любой поленом и я могу значит как мне там поправить нужно мне нужно поправить q вне некоторой области чтобы у меня получилось там просто ноль да значит если у меня значит мне что видите я это немножко экспромтом пишу потому что я об этом не думал ну давайте попробуем p q с волной минус id равняется нулю да q с волной это q плюс некоторый эпсилон да умножить на q1 скажем тогда у меня p на q плюс эпсилон q1 минус id равно нулю но значит p q минус id это у меня некоторое r r минус эпсилон q1 равняется нулю у меня да ну вот собственно я теперь должен взять q1 равного этому самому эпсилон r вот эпсилон r сейчас умножить на p p нужно писать вот так вот вот да отсюда эпсилон q1 это нужно p значит вот но p-1 умножить на значит q сейчас 1 правильно я написал q1 равняется p-1 умножить на r вот значит мне нужно просто проверить что p-1 существует что у меня откуда это следует вот эта штука может быть сколько угодно близка к единице да сейчас если у нас произведение двух операторов сколько угодно близка к единице ну да это все конечный мер да ну все на самом деле уже все потому что если у вас тогда оба оператора не вырождены потому что если у вас произведение операторов вблизи единицы у всех операторов ранг это же все конечномерное у всех операторов близьи единицы ранг полный вот и все вот собственно и все значит мы просто можем обратить p вне некоторой окрестности ну и собственно найти это r так что в обратную сторону тоже все весьма и весьма просто просто нам нужно найти это по минус первое и так это два эквивалентных определения эллиптичным оператором вот и я некоторых свойств этих операторов прежде чем использовать эти псевдопедические операторы для доказательства этой леммы я некоторые свойства набросаю свойства значит первое свойство состоит в том что если мы прибавим к оператору d эллиптическому оператор p скажем с волной порядка меньшего то сумма тоже будет эллиптическая она будет в sd конечно и будет эллиптическая почему потому что опять смотрим сюда у вас оператор с меньшим порядком убывает быстрее чем оператор с большим порядком поэтому когда вы прибавляете оператор меньшего порядка то при достаточно больших кси разница между p и ps волной будет маленького маленькой но p у вас при достаточно больших кси был обратим поэтому и разница p плюс ps волной тоже будет обратима потому что вблизи обратимого оператора все операторы тоже обратимы вот собственно и все вот это первое второе это как бы следствие из этого поэтому я в скобочках поставлю если у вас p это на самом деле оператор дифференциальный и p маленькая это его символ да то p маленько эллиптический если и только если старший символ от эллиптический потому что все остальные символы они на самом деле меньшего порядка ровно поэтому вот это следствие значит дальше мы конечно будем называть оператор p эллиптический если его символ эллиптический и продолжим свой список свойств следующим утверждением значит следующее утверждение стоит в том что если p эллиптический то существует q тоже псевдодифференциальный оператор обратного порядка такой что p q минус тождественный эквивалентно нулю и q p минус тождественный эквивалентно нулю при этом этот q единственный с точностью до psi минус бесконечности то есть до сглаживающих операторов следующее свойство это как раз замечательное свойство состоит в том эллиптического оператора что ядро этого оператора состоит из гладких функций а именно если значит на самом деле даже так скажем если p от f гладкая на некотором области u u1 на все внутри u то f тоже гладкая на u1 у нас было для всех педодифференциальных операторов обратное утверждение если f гладкая то и p от f гладкая оказывается для эллиптического это утверждение можно обратить и сейчас не за это следует что если p от f равно нулю то у вас f гладкая для эллиптического оператора да да надо сказать что f поэллиптический это важно уточнение вот и еще одно неравенство ради которого собственно и все это было затеяно потому что оказывается эллиптический оператор он связывает норму f с нормой с l2 нормой f значит соболевскую норму f связывается с l2 нормой f а именно существует такое положительное c зависящее конечно от оператора но тем не менее оно не зависит от f такое что модуль f в d соболевской норме не превосходит c умножить на модуль f нулевой норме соболевской то есть в l2 норме плюс модуль p от f тоже в нулевой соболевской норме то есть в l2 норме замечательно это тем что для любого d можно построить эллиптический оператор оператор вот если сделать это аккуратно то можно что-то сказать про норму pf и тем самым мы получаем оценку на соболевскую норму f через соболевскую через l2 норму f давайте набросаю доказательство оно довольно простое первые два пункта я практически уже объяснил поэтому я не буду их объяснять дальше первый пункт я уже сказал что у нас при больших кси просто-напросто оператор p плюс p с волной попадает в маленькую окрестность оператора p в окрестности оператора p в этой все операторы будут обратимы и соответственно то же самое следует для дирисенциального оператора начнем с третьего пункта третий пункт это построение у этого операторного оператора кум который называется параметрикс я когда-то уже использовал параметрикс для оператора дирака а сейчас как раз время объяснить почему он существует вот и доказательство на самом деле очень простое я воспользуюсь тем свойством которое я уже говорил что по любому асимпатическому ряду символов у нас строится единственный источник для сглаживающих операторов а именно я буду строить теперь q так чтобы сигма от q было задано некоторым асимпатическим рядом где q0 я возьму просто-напросто значит равным p-1 вот то самое ну то есть я написал q-1 в кавычках давайте поставим потому что на самом деле то самое q из первого определения эллиптичности которое тут есть вот это самое q итак я возьму q0 равное q да и я буду следить за тем чтобы qi это лежала в с минус d ну скажем d и и d и стремилась к бесконечности при и стремящемся к бесконечности на самом деле они будут лежать он будет лежать минус d минус и вот так что это можно будет даже особенно не следить ну доказательство того что такой ряд можно найти он связан просто-напросто следует из той формулы для композиции которую мы с вами писали а именно если я возьму символ pq минус тождественное то я получу значит символ он конечно линейный по тому что там стоит значит суммами будет по альфа по ж д альфа кси p д альфа x q ритм альфа факториал ну минус тождественной минус единичка вот и это должно быть эквивалентно нулю это конечно не равно нулю но эквивалентно нулю то есть я теперь я буду подбирать значит давайте я забыл сейчас ж поставить ку ж конечно я ку символ ку в виде ку ж то я пишу что он ушел на паже у меня еще есть значит теперь я буду предположу что у меня известны ку 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 скажем я не знаю кт минус к минус первого известно тогда посмотрим что тут у нас будет у меня в этой формуле сразу могу выделить п умножить на ку кт значит у меня будет п умножить на ку кт дальше будет плюс все остальное там у нас сумма по альфа и ж в чем ж у меня будет меньше чем к значит дальше у меня будет стоять д альфа кси от п д альфа х от ку ж к делить на альфа факториал так и значит сейчас даже значит это у меня просто будет первое значит да если сравнить теперь степени которые мне нужны дам степени значит это у меня степень будет значит я хочу чтобы у меня степень к было степень ку к было минус d минус к давайте я красненьким напишу степень минус d минус к тут у меня степень будет d значит тут суммарная степень будет минус к дальше сравнивая степень с этим получается что я должен брать сумму по всем альфа плюс g равным к вот ну и опять-таки так как у меня справа должно быть все бесконечно значит после того как я вычел единичку справа все должно быть бесконечно сглаживающим то это все должно быть равно нулю да потому что в степенях вот которые получили в степени минус к мне ничего не должно быть ну и все отсюда получаю так как у меня по и обратим степень альфа плюс g должно быть минус к ну я сейчас давайте сообразим давайте да минус вы правы минус к сейчас я сейчас наверное сейчас давайте я плохо соображаю минус к ну да вы правы минус к минус к я тороплюсь немножко но вы правы минус к важно что что у нас теперь я могу умножить все это на q q конечно не обратный к p но тем не менее у меня получается что q умножить на p это почти единичка плюс что-то сглаживающее и поэтому я могу просто положить если мне просто был обратный я бы умножил на обратный но я не имею обратного имею q я поэтому просто могу положить что q k это просто минус q умножить на сумму альфа плюс g равняется минус k только наверное все-таки альфа минус g нужно писать потому что я ставил плюс g тогда минус альфа минус g это нужно быть аккуратным я написал плюс k может быть я был прав еще раз тут вопрос о том как мы индексы пишем это вопрос который я не могу для себя решить важно только что вы меня понимаете значит тут будет d альфа кси p d альфа x q g делить на альфа факториал вот и тогда у нас по построению выполняться будет условие что sigma p q минус it он у нас эквивалентен нулю это по построению так мы построили q еще раз так как у нас теперь по любому асимтетическому ряду символов строится оператор q то у меня уже q есть я не знаю символа q к сожалению то есть символ у меня будет какой-то сингулярный если я буду просто писать p-1 то у меня будет сингулярность возникать вот поэтому мне нужно какой-то там строить целую последовательность и она может быть даже в принципе не единственная эта последовательность но все эти последовательности будут отличаться на бесконечно сглаживающие функции оператор вот такое замечательное свойство вот значит мне пожалуй единственное что это нужно проверить это то что q у меня может быть единственным выбранным сглаживающим сглаживающим операторов в частности мне нужно проверить что если аналогичным образом слева буду писать q то я получу то же самое я тоже могу найти вот так то что вот такое q определено единственным образом сущность сглаживающих по построению очевидно и по тем левым которые я говорил а то что вот теперь что вот такое q1 будет тем же самым параметриксом следует из следующего простого рассуждения если я возьму разницу q минус q1 да то я могу добавить и вычесть вот такое выражение потом вынести оскобочку q и q1 вот это у меня будет оператор сглаживающей и это оператор сглаживающей но тогда композиция тоже будет сглаживающим я получу что это эквивалентно нулю вот сглаживающей оператор он загоняет все в минус бесконечность а в минус бесконечности ниаким конечным способом вы не выберетесь все значит мы получили то что требовалось следующее это тоже важное свойство это то что если f гладко если pf гладкая то f гладкая на u но это тоже легко делается допустим pf гладкая на u1 то есть если я умножу все это на φ срезающую функцию с компактным носителем u1 то φ pf гладкая в обыкновенном смысле тогда что я могу взять я возьму f умножен на φ мне даже проверю что она тоже гладкая на u1 f умножить на φ будет равно f умножить на 1 минус скажем q p f плюс φ умножить на q p f значит вот этот оператор вообще гладкий вот этот оператор вообще сглаживающий это вообще сглаживающий оператор поэтому тут даже вопросов нету все гладкое вот эта функция гладкая точнее гладкая на на том где у нас все это все это происходит вот тогда вот это тоже будет гладкое потому что q он уже псевдодифференциальный поэтому псевдолокальный вот и все значит у вас f гладкая в частности повторяю это значит любое f лежащее в ядре p гладкая это очень забавный результат ну и пятое значит пятое это чисто техническое неравенство которое нам пригодится в ближайшем будущем я надеюсь что я успею об этом сказать пару слов смотрите если у вас опять нам нужно оценить модуль f в соболевской d-норме так у нас там есть давайте я значит что я сделаю я опять добавлю вычту qp у меня будет f только можно так вот написать 1 минус qp f плюс qp f соболевская d-норма вот далее вот этот оператор сглаживающий поэтому он попадает на самом деле в любую в любое соболевское пространство и является ограниченным оператором из любого соболевского пространства размерности d в любое соболевское пространство размерным с весом d в любое соболевское пространство весом s или чего угодно в частности 0 поэтому у меня да и прошу прощения конечно сначала должен поставить неравенство очевидно треугольника на 1 минус qp а потом это говорить на этот оператор у меня сглаживающий честно нападает в h нулевое и будет непрерывным из hd ваш нулевый начало не превосходит c умножить на модуль f нулевое нам так да то есть я могу в обратную сторону как бы его запихнуть из d наоборотом так дальше этот оператор меня значит эти посмотрим q он все до дифференциальный причем он си минус d лежит да я забыл сказать что d у меня по-видимому должно быть больше нуля чтобы у меня да 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 больше нуля чтобы из минус из нуля прибавляя минус d мы вычитаем минус d мы подаем в d дам то есть вот этот оператор мы просматриваем как из h 0 h 0 минус минус d вот тут то же самое вот это вот у нас будет лежать если хотите ваш 0 а этот оператор он минус d то он будет опять ваш 0 минус минус d и он все получаем так почему модуль f 0 вообще определен там функция вы хорошо спросили я считаю что f у меня на самом деле с компактным носителем это достаточно потому что меня по компактным носителем строится пространство пространство а соболево систему компакт носитель пополнить если у меня для того что мы выполняем это неравенство выполнено то значит и для всего это понятно хорошо так тогда если мы хоть не в компактном носителе это значит если из компактным если она не просто функцию соболева то значит мне единственное что потребуется пожалуй тут вставить фи еще с который будет обрезать но все остальное будет точно такое же умножение на фи это оператор степени 0 поэтому ничего не меняет в степенях так теперь я обещанную конструкцию должен набросать обещанную конструкцию склейки этих дифференциальных операторов я конечно буду только набрасывать очень бегло потому что время выходит а я еще хотел бы пару слов сказать о свойствах дифференциальных эллиптических значит как это надо как и как это делается нам потребуется следующая лемма вот тут как раз мне потребуется вот в последнее неравенство и вообще введение все дифференциальных операторов оно нужно было как раз для того чтобы получить все дифференциальных операторов было нужно получить это последнее неравенство что функции что d норм они превосходят эту штуку вот оператор p произвольный эллиптический оператор порядка d так как у вас для любого порядка существует эллиптический то у вас это можно считать очень даже универсальным неравенством так лемма пусть аж это как раз вопрос о замене переменных я говорил что когда мы будем строить наш наш нашу дифференциальные операторы на многообразие нам потребуется сначала мы конечно просто разбиваем все на координаты но время тременно придется менять координаты чтобы доказывать независимость от выбора координат например и вот для этого нам нужна эта вот лемма который сейчас набросаем h это дефиоморфизм между у и у с волной h звездочка это соответствующие индуцированный изоморфизм между функциями на у с волной и функциями на у вот для любого п пседодифференциального оператора на у с волной на у мы можем построить h звездочка п это просто композиция h звездочка только минус 1 но это же изоморфизм просто обратный дефиоморфизм возьмем дефиоморфизм и всем п композиция с h звездочка так мы смотрите мы сначала берем h звездочка на эту волну переносим сюда применяем п и обратно смещаем это будет тогда оператор на c с волну бесконечность на у с волной тогда первое утверждение а п будет лежать значит так h звездочка п лежит d операторах порядка d все дифференциальных на у с волной и при этом символ h звездочка п равен значит эти так лучше не равен а минус символ давайте напишем h звездочка вот п маленького я сейчас объясню что это такое это это не 0 но это символ порядка d минус 1 вот у с волной значит что такое аж звездочка то маленького это понятно что п маленькая это у нас символ порядка d на у то есть эта функция из у крест давайте напишу t от у потому что это вот x а это кси кси я уже объяснял это к касательные вектора в матрице это мы не знаю матрицы вот тогда аж звездочка от п маленького это что мы должны взять тогда п применить его каш минус 1 минус 1 вот y y лежит в уз волной да а тут применить соответствующий оператор в как называется касательном расстоянии d h только наверное нужно звездочку писать от кси от кси по моему даже я правильное направление исправил вот то есть я отдельно стаскиваю символ отдельно стаскиваю оператора получаю не одно и то же но с точностью до операторов порядком ниже вот это первое утверждение второе утверждение состоит в том что существует такое c зависящее только от у 1 c это константа это не функция у 1 вот значит для любого конечно имеется для любого у 1 который вместе с замыканием лежит у которое у нас там было такое что модуль h звездочка f d не превосходит c модуль f d до любого f лежащего c бесконечность 0 от h у 1 ну то есть у нас вообще говоря конечно хотелось бы взять на у с волной но нам достаточно нам поплавится только h у 1 то есть мы чуть поменьше берем если вот у вас у тут вот маленькая у 1 то вы это отображаете получаете у с волной а внутри нее маленькая а h от у 1 вот как раз для второго пункта а второй пункт необходим совершенно чтобы показать независимость как это называется пространство болева от выбора системы координат и от выбора атласа нам потребуется в это вот то замечательное неравенство которое мы только что закончили давайте пару слов о том как это доказывается я даже не знаю как это сделать аккуратно значит я очень бегло набросаем будем считать что у меня все эти дефиморфизма что все у меня очень маленькое будем считать что все очень маленькое значит если у нас не маленькая то я буду брать разбиение единицы иначе просто буду брать разбиение единицы разбиение единицы на обоих кусках разбиение единицы и сводим тогда к тому что в самом деле все маленькое потому что если у вас как бы там конечно оператор все дифференциальный он размазывает все то есть вот у вас есть ум вы разбиваете на маленькие кусочки да и отображаете в ус волной который тоже разбито на маленькие кусочки и у вас когда вы будете вот это брать туда-обратно видите у вас сначала h звездочка потом p потом h звездочка минус 1 то есть вы как бы берете функцию вот на этой да она у вас можно считать что попадает в маленькую кусочек маленький кусочек сюда скажем у вас функция фи житая от функции она попадает сюда вы ее с помощью аж с волной там h звездочка перебил перебил перебири кидывайте сюда это будет аж звездочка вот фи житая от f и если бы вас функция оператор был локальным то в принципе дальше вы только этими двумя кусочками ограничивались это вот скажем будет некоторое это вот и житая кусочка это будет какой-то и ты кусочек тут у нас тут у с волной вот но к сожалению оператор p у вас все это размазывает оператор p размазывает даже если фи звездочка х звездочка от фи и т от f опадала в один в одну единственную окрестность дальше у вас все это размазывается вот и дальше вы берете обратный оператор а как он там называется аж минус 1 звездочка по которой сам по себе тоже ничего плохого не делает а так это уже размазано то он у вас этот фи и т от f размазывает по разным кусочкам и если это еще умножу теперь на какой-нибудь фи житая фи и т сумма по и то у меня получится такие операторы п и житая от f которые вообще говоря берут функцию с носителем вот на этой и размазывают там в функции с носителем на и ты тут житая тут видите так вот можно показать что если если у вас у это с волной не пересекается с ужитом с волной тут эти операторы они сглаживающие и поэтому они вообще не получают никакой не играет никакой роли потому что нас интересует только оператор порядка d вот поэтому мы считаем что с самого начала все очень маленькая вот и мы можем тогда записать значит самый оператор h звездочка p вот f да в виде вот такого значит это у меня и и ж там пересекаются поэтому я могу взять общую x общую вот что у меня получается у меня будет интеграл по x я его записываю в таком вот виде е и x минус y кси p от x кси y f от y d y d x и значит откуда берется вторая координата это как бы вот я даже не знаю дайте пока павел с волной напишу а вторая координата берется из того что когда я беру вот это обратная значит меня сказать да когда я просто когда я интегрирую это конечно не h звездочка от p прошу прощения немножко другое это p с волной это не h звездочка от p к сожалению вот это как раз то что получается если я буду переписывать вот это честно в эту композицию h минус 1 звездочка p h тут у меня когда я p буду применять у меня возникает интегрирование по p x кси да вот x на самом деле нужно вместо x нужно писать конечно h от x h минус 1 x там х вот вот а когда я сюда его перекинул с помощью этого f вот но дальше когда я начинаю это интегрировать у меня как это лучше сказать нет ты не прав прошу прощения это конечно тут я просто по x интегрирую а вот тут я буду писать f f от h от x помню помню f от h от x вот при этом еще умножается на фи от h от x при этом когда я начинаю интегрировать у меня у этот x он свободно бегает по всему у а а эта штука бегает только ну иначе там все в ноль обращается бегает только по 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 ужитые да так а дальше как вы помните я должен еще после того как это все проинтегрирую брать все это еще брать еще ограничение на другую на уитые поэтому вот можно сказать что x это как раз координата у житом а y это координата наоборот прошу прощения это координата в уитом а y координата в у житом то есть из которой мы взяли вот поэтому мы ограничивая все это на эту пару мы получаем вот такую формулу вот а дальше мы дальше мы прибав дальше мы приближаем y минус x считаю что x минус y теперь малы поэтому я могу считать что x минус y минус y равняется некоторой функции t это матричная значная функция здесь еще от x 1 y 1 это координаты в уитом и в у житом x 1 минус y 1 это матричная значная функция которая на диагонали t она будет равна d h минус 1 то есть на самом деле когда у меня функции x и y на диагонали бегут у меня точка x и y эта функция она у меня будет на диагонали она просто будет дифференциальной гладкой такой линейной вне диагонали эта функция будет нелинейной но я приближаю ее линейной вот так зависящая от двух точек немножко вот и в итоге в итоге у меня получается да и при этом я могу сказать что конечно же и тогда кси тоже у меня будет включаться в виде т давайте кси 1 при такой замене положим т x и 1 t от x 1 y 1 умножить на кси это матрица только наверно тут должно быть сопряжение потому что кси у меня это касательный вектор а эта матрица она как бы продолжение касательного так еще раз когда у вас x и y друг к другу стремятся я могу считать что это x минус y лежит в касательном пространстве к u это не совсем так но это почти так я просто приближаю а кси лежит в касательном поэтому я беру там сопряженную матрицу вот и в итоге я получаю в итоге я получаю что это вот h звездочка вот p вот f в точке x 1 или какой то она может быть записана это 1 писать нужно там вот это я давайте так и тут может сотрем пока даже вот h звездочку потому что на самом деле на самом деле то что я сейчас делал я просто напросто показывал как из формулы для p написать формулу для h звездочка вот p так вот h звездочка будет записываться в итоге вот такой формулой значит будет е и x 1 минус y 1 кси 1 p 1 вот h значит p 1 это я скажу что такое минус первое а вот от x 1 кси 1 y 1 f от y 1 значит напоминаю что x 1 это h от x y 1 это h от y кси 1 вот написано дальше у меня будет детерминант стоять модуль t от x 1 y 1 умножить на екобиан замены может быть минус 1 где-то сейчас неважно потеряно умножить на d y 1 d кси 1 значит вот собственно то что нам хотелось получить изначально у нас была формула изначальная формула была что это равнялась интегралу вот сейчас одну секунду вот тут вот у меня стояла просто y а если я хочу получить все-таки ты функцию вот h функция тут у меня будет изначально форма была такая значит у меня было е и h минус 1 от x 1 минус h минус 1 от y 1 умножить на кси x от x x от x 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 f от y1 до y1 от x, на экзамен замены. Вот, собственно, как изначально это была формула. А дальше я с помощью того, что я тут написал, что x минус y, которая будет h минус 1 от x1 минус h минус 1 от y1, заменяю вот на такую вот штуку. Вот у меня было x минус y. Я их вот так вот заменил, вот так вот подправил. Кси один заменил вот так, получил вот такую формулу. А дальше я пользуюсь вот этими вот заменой матрицы T. И мне осталось теперь в этой формуле произвести оценку. Значит, что все сходится как надо, это я уже делать точно не буду. Чтобы доказать теперь второй пункт, это второй пункт B. Значит, теперь это выражение уже явно все это дифференциальное. Изначально оно выглядело не как все это дифференциальное, просто это вот h1, x1, всякие были. Но теперь оно выглядит как все это дифференциальное, только с некоторыми заменами. Значит, P1 это как раз... Давайте посмотрим, что там равно P1. Ну, вроде бы P1 как раз и есть то, что я писал здесь в качестве P звездочка. Вот. H звездочка от P маленького. Но, повторяю, вот это не совсем честное выражение. Как это сказать лучше? Дело в том, что у меня это выражение, это оператор вот T, который тут возникает, я очень маленький контроль над ним имею. Если икобиан замены, он естественно возникает, он в самом деле входит к существу. Вот сюда. Может быть, даже я зря тут написал. Вот. То... Да, прошу прощения. Икобиан замены, он даже входит не сюда, я неправильно писал. Икобиан замены входит вот сюда. А тут он нужен. все-таки. Вот. То вот над контроль над функцией T у нас практически никакого нету. Именно поэтому вот это, если зря я его написал, он сюда входит. Вот эта штука и есть H звездочка, по-моему, от P маленького. Вот вся эта штука, это H звездочка от P маленького. А вот над этим у нас контроля нету. Поэтому мы не можем сказать, что у меня символом оператора P будет в точности... Символом оператора H звездочка от P будет в точности вот эта H звездочка большого от P маленького. H звездочка вверху от P маленького. Но мы можем оценить порядок детерминанта T, это x и y. И он будет такой, как нам нужно. То есть будет меньше, чем 1. Вот и все. По крайней мере, он будет совпадать в степени нужном с тем стимулом, который нам нужен. Вот так. Хорошо. Так, это я набросал. Извините за сумбур. Что мне дальше еще нужно? Пункт B. Мне нужно доказать, что H звездочка F в D не превосходит C от H в D. Значит, что я для этого сделаю? Я замечу, что если это касается нулевой степени, то F нулевое не превосходит C от H звездочка F нулевое, потому что у вас дифференциал... Что такое H нулевое? Что такое нулевое? Это у нас L2 норма. L2 норма у вас это норма интеграл квадрата. Да? dx. Вот. А когда мы делаем замену, у нас выскакивает здесь значит, прошу прощения, когда мы делаем замену переменных, у нас выскакивает здесь дикобиан замены умножить на dx' dx волной, точнее, она уже лежит в уз волной. Вот эта штука, дикобиан замены, корень из дикобиана, если правильно помню, она ограничена, потому что у вас H-дефиоморфизм, и мы ограничиваем его куском внутри. Поэтому это по модулю не превосходит C. И я получаю нужное мне неравенство. И так вот, в случае нулевой у меня неравенство получается. Вот. Если же у вас нужно для D, то нужно взять эллиптический оператор порядка D. Так? Вот. Тогда H-звездочка тоже эллиптический оператор, как несложно понять, его символ, мы просто описали с точностью до поправки меньшего порядка. порядка D того же самого. И мы можем воспользоваться этим неравенством, потому что тогда у вас модуль H-звездочка F Да, единственное, что я написал, наверное, я не в том направлении неравенство поставил. Мне нужно H-звездочка не превосходит C от FD. Но я могу тут в этом неравенстве просто написать H вместо H H-1 и получить то, что надо. Вот. А тут у меня получается такая штука. H-звездочка F с ватом D не превосходит C вот по тому свойству псевдоэллиптических операторов F 0 плюс PH-звездочка F нулевое. Да? А дальше мы по тому, что уже доказали для нулевого. Смотрите. тут у меня будет C модуль F что у меня было? D H-звездочка F нулевое не происходит C FD вот C с волной C1 давайте напишем плюс дальше у меня оператор P H-звездочка F я могу написать его вместо этого H-звездочка P от F правда? Это то же самое нулевое но это у меня чедо-дифференциальный порядок это порядка D значит это не превосходит опять C третье уже модуль F D вот и все значит все это суммирую я получаю C с волной модуль F значком D вот это то что нужно значит я тебе беру я уже объяснил для чего нужны эти оценки они нужны чтобы строить псевдодифференциальные операторы на M глобальные и H S от M тоже глобальные эти пару слов опять скажу об этом точно об этом на это не хватит времени я просто задам определение значит что у нас оператор P из C бесконечность M C бесконечность M даже не знаю я бы наверное было поосторожнее потому что он не обязательно гладкость сохраняет он все-таки ну все-таки дифференциальные операторы они псевдо локальные значит они гладкость на M компактная поэтому да значит она гладко переводит значит пропасов не так оператор P лежит в псевдо дифференциальных операторах порядка D от M если для любого открытого открытой карты на открытой карты U в M и любых разбиений единицы таких шапочных функций срезающих функций FI Psi на этой карте 0 U оператор FI P Psi это псевдо дифференциальный оператор на U и согласно тому что мы сказали это в самом деле корректная определенная штука потому что если мы карту другую возьмем у нас будет диффиаморфизм получаться а диффиаморфизм у нас очевидно как мы сказали псевдо дифференциальность сохраняет так далее давайте это первое второе говорят что P эллиптический если FI P Psi эллиптический для любых FI и Psi такого рода с условием что их носители пересекаются непустым множеством вот иначе у нас будет проблема и третий кусочек определения я сейчас наверное уже точно не буду говорить говорить но что я буду точно делать я точно буду значит вводить собольские пространства не буду подробности рассказывать но собольские пространства я буду вводить значит я уже по-моему это даже писал но тем не менее давайте еще раз что такое HS от M мы покрываем M картами уитами если у вас есть еще расслоение и вы хотите брать дифференциальные операторы или дифференциальные операторы расстояния вам нужно брать карты одновременно M и E одновременно так тогда вы фиксируете диффиаморфизм с открытой окрестностью ОИТ в R M да и вы можете тогда просто-напросто полагать что модуль F S это сумма по И фи ИТ F S значком И значит фи ИТ это разбиение единицы подчиненное нашему атласу а вот эта вот норма со значком И это Соболевская норма в ИТ-й карте тогда из того что мы доказывали следует что если для другого атласа опять-таки не буду это подробно точно рассказывать норма S' эквивалентна норме S и мы получаем корректно определенное пространство Соболева в частности давайте даже красненьким это напишу в частности H0 это L2 пространство это там можно даже глобально написать эту норму это это просто интеграл по M модуль F в квадрате DX вот L2 это выполнять пополнение по этой норме по существу я уже все рассказал что сегодня хотел единственное что пожалуй надо это нужно перечислить свойства Соболевских пространств и на этом и соответственно псевдодифференциальных операторов они все такие же как для обыкновенных Соболевских пространств на открытых кусках ВРН во-первых включение HS HT при S больше T каноническое оно все еще компактный оператор второе для любых S больше T больше U у нас все еще выполняется неравенство которое я уже забыл кого он там принадлежало Петеру кажется кого-то еще для любого эпсилом больше нуля существует C зависящая от эпсилом такое что модуль FT не превосходит эпсилом модуль FS плюс C от эпсилом модуль F U третье если S больше чем K плюс M пополам M это размерность многообразия то H SM M целиком лежит в K кратно дифференцируемых функциях на M и больше того модуль F в гладкой норме не превосходит некоторую константу умножить на модуль F в S норме в Соболевской норме 4 это значит для любого P лежащего Пси D M мы получаем оператор P как оператор из H S M H S минус D M пятое спаривание это вот L2 спаривание задает спаривание невырожденное спаривание между H S от M и H минус S от M о чем мы вначале говорили что они становятся двойственными в смысле этого спаривания это не имеет отношения к тому возможно скалярному произведению которое внутри H S я мог бы ввести пятое ну и пожалуй все единственное конечно в доказательство они такие я бы сказал простые и требуют некоторого некоторой изысканности но мы точно сейчас этим заниматься не будем если хотите в следующий раз в понедельник я их набросаю опять но мне хотелось бы в понедельник потратить время на обсуждение более интересных свойств дифференциальных эллиптических операторов именно на то что они Фред Гольмовы все ну что надеюсь что хоть это было очень быстро но было по крайней мере немножко понятно есть такие-то короткие животрепещущие вопросы ну у меня есть вопрос там в первом листочке по-моему во второй задаче там какой-то немножко может там опечатка вы напишите мне потому что листочек я сейчас точно не смогу открыть и посмотреть вы напишите какие конкретные опечатки там могут быть потому что когда что-то пишешь набираешь всегда бывает вот вот вопрос потому что было рассказано есть если нет тогда я прощаюсь с вами и надеюсь что в понедельник мы продолжим наши встречи я докажу Фред Гольмов с операторов и наконец можно будет конкретно заниматься уже теоремой об индексе а не всякой подготовительной деятельности так всего доброго до свидания до свидания до свидания ieß руч de highlighted есть листочек особ вони ầет нет можно survivять